Двойная слежка на улице Ясной. Полиция следит за пироманами, а пироманы за полицией. Мы уже рассказывали, что поджоги сараев на улице Ясной начались еще в мае. Сначала поджигали раз в неделю, потом два раза в неделю, затем дошло до того, что поджоги начались буквально еженочно. Местные жители даже сбились со счета, но говорят, что в сгорании было уже порядка 30. Местные власти и полиции приняли решение выставить патруль, и недели на две поджоги прекратились. Но, видимо, потому что пироманы следили за полицией. И вот как только выдался момент, снова подожгли. Я вышла тут уже, полыхала вовсю. Прямо вот до небес. Пламя было выше домой. Стали грохать дверь и кричать, ваш сарай горят. Ну, повыскакивали, стали хоть из этих гаражей машины выводить, а то бы тоже все сгорело. До двух часов тушили. Чуть дом не сгорел. Здесь очень близкое расстояние. Тут еще деревья высокие. И сейчас только смотрела, думаю, только лишь бы дерево не вспыкнуло. Вчера прошли, просто прошли, человек обжег все лицо. Потому что такой жар был. Это же с ума сойти. Пластиковые окна вчера даже были. А у нас вообще в английском. Вон, преснутые как. Они стоят тоже. Не рубль, не два. Вовремя поливать начали. Поливать начали. И снутри. Никак не дождешься. И с этой стороны потом приехали. И стали поливать. Патрулирование было недели две. И недели две пожаров не было. Вот такой толк. Они патрулируют, а тут же поджигают. Прошли вот эти из милиции. А эти, видимо, смотрели за ними. Потому что они только ушли, и тут же и пожар начался. Кто за кем следить, непонятно. Это же целенаправленное действие. Кто-то же заинтересован в этом. Видно, железо надо. Вот видите, чего делают. После пожара вот шевыряют железо. Что, почем сейчас принимают? Сломать все сарай к чертовой матери. Вот и все. А так и будут гореть. Они не прекратят уже сколько это. То в одном месте, то в другом месте. Сожгут все сарай. Начнут дамазить. В Сурманской администрации лишь сообщают, что просят полицию усилить патрулирование этого района. На следующей неделе будет проведено еще одно специальное совещание по этому вопросу.